Вы высказали очень интересную мысль, но, безусловно, существует идеологический дефицит, не так ли? В основах этих проектов в Латинской Америке... Одним из недостатков, я считаю, было то, что в какой-то момент, на каком-то этапе, мы верили, лично я и мои современники, что вместе с изменениями в материальных взаимоотношениях и распределением в производстве и обществе, нам удастся добиться таких условий, которые породят нового человека. Мы ошиблись, мы сильно недооценили роль культуры и ее значимость. А культурные изменения в обществе даются с гораздо большим трудом и требуют гораздо большего времени, чем материальные. Потому что культура — это историческая конструкция, состоящая из осадочных слоев, знаний, ощущений. Говоря культура, я не имею в виду ее общепризнанную часть, то есть искусство, прозу, картины художников. Я говорю о совокупности реакций, которые присутствуют в каждом доме, в принимаемых нами повседневных решениях. Мы с вами перед этим интервью говорили об азиатах. У них другие культурные реалии. У них колоссальное чувство ответственности в работе, чего у нас нет. И это вопрос культуры. Это очевидно. Иначе чем можно объяснить то, что старый эскимос, когда у него выпадают все зубы, отправляется спать во льды? Это культура и образ жизни. Чем можно объяснить, что индусы не едят коров? Это табу, которое спасло им жизнь. Это ведь тоже культурные барьеры, построенные в определенный момент. Мы находимся под влиянием культуры, которая долгое время формировалась при капитализме. Это произошло не за один день, а началось много веков назад. Когда происходила экзальтация эгоизма и индивидуальности, скажу прямо, трудно строить здание социализма с рабочими капиталистами. Потому что они будут красть лопаты, мешки с цементом и так далее. Они постоянно будут думать о своей выгоде. Формирование культуры, которая радикально отличается от других, это неосознанный процесс. Но, думаю, человек – единственное существо, которое может само себя перепрограммировать. Потому что, хотя у него и есть та доля эгоизма, которая помогла ему стать частью окружающей природы, природа – мудра, для нее жизнь – самое главное. И она дала нам все необходимое, чтобы мы боролись за свою жизнь и жизнь тех, кто нас окружает. Природа дала нам разум и возможность строить цивилизацию, которая не является ничем другим, как солидарностью между поколениями. Человек может приумножать свое влияние с помощью этого наследия, наследия цивилизации, чтобы обуздывать и контролировать свой эгоизм. Нам надо понять это, а мы не понимаем. Мы просто не говорим об этих проблемах. Это куда важнее, чем то, о чем мы говорим всегда. Это делает человека человеком.